Радиоприемник Блюз Модель РП203А Между прочим, из числа рекомендованных заводом-изготовителем Здесь вообще практически все аутентично 35 тысяч с небольшим пробег ВАЗ-2108 Точно такой же автомобиль был у меня Светло-коричневый Салон, правда, у меня был автомобиль 1985 года выпуска Аж сердце защемило, какая же она вся маленькая Какой тонюсенький руль, хотя и мягкий Наверное, их прям деревья были большими Вот именно эта машинка стала героем рубрики «Примеряем на себя» в очередном 12-м выпуске авторевью Собственно, о нем я и хотел рассказать Владимир Мельников, сорви голова Вывел сначала на трассу Moscow Raceway Затем и на Дмитровский автополигон Четыре суперкара Ну, почти без натяжки суперкара Porsche 911 Turbo Да еще S Это 580 лошадиных сил Audi R8 В исполнении D10 Plus Это 610 лошадиных сил Corvette Z06 Задний привод И 660 лошадиных сил Ну и еще дива дивная Подзаряжаемый гибрид BMW i8 Там электромотор Вкупе с двигателем внутреннего сгорания Трехцилиндровым Готов выдать 362 лошадиные силы Кстати, тоже цифры из прошлого 362 Что-то такое было А вкупе получается 2212 лошадиных сил Какого автомобиля не хватает в этом тесте? Кто сказал Nissan GTR? Вот и Мельников так решил Еще не успели остыть тормоза от тех машин А он уже метнулся в Бельгию На знаменитую трассу Spa-Francochamp И там крепенько прохватил На обновленном геттере Там мощность увеличилась На 20 лошадиных сил И теперь это 570 лошадиных сил Так что будем считать, что заочно И Nissan GTR принял участие в этом тесте 8346 рублей Это цена восьмерки Мы с мамой приехали ее покупать в Гомель Туда была доставлена одна из первых партий 35 автомобилей И продавцы очень обрадовались О, вы приехали из Москвы Это же замечательно Потому что у нас не хотят покупать эти машины И пытаются Обменять открытки Ну, это такое действительно письмо счастья Было в те годы Открытка извещала о том, что Наконец-то подошла твоя очередь На получение автомобиля Так вот, пытаются обменять Свои открытки на восьмерку На право получения, скажем Шестерки Жигулей Или пятерки Ха Была зима И мы ехали в Москву И когда гаишники меня останавливали И уточняли у коллег с предыдущего поста Так, белая иномарка остановили Сколько там было? 120? Это на летних-то шинах Правда, тогда еще были шинки не БЛ-85, а Мишлен Вот, конечно же, я ни копейки штрафов не заплатил А уж когда открывал капот И показывал поперечно расположенный двигатель В пору было с гаишников брать деньги за этот цирк Ага, а пятый-то здесь нету И только года через два Когда дважды вырезали и украли лобовое стекло Я задумался о гараже Константин Сорокин на пару со своим подельником Выступил в любимом своем амплуа Они купили 20 гаражных замков Конечно же, все их сломали Но, а главное, дают несколько очень дельных советов Как правильно выбирать гаражный замок И только не говорите мне, что восьмерка была надежным автомобилем А уж особенно из первых партий Трос привода сцепления с пластиковыми наконечниками Они могли разрушиться в любой момент А коммутатор системы зажигания тоже без объявления войны Мог прекратить работу и ты мог встать, что называется, в чистом поле Не надо, восьмерка была страшно ненадежным автомобилем Ну и коль скоро речь зашла о надежности, тем более вазовских автомобилей Мы проводим в очередной раз наш уникальный эксперимент Так называемые ускоренные ресурсные испытания В этом году для них мы купили две вазовские новинки Это, конечно же, Lada Vesta и Lada X-Ray И они должны пройти в жесточайших условиях По дорогам Дмитровского автополигона 32 или 33 тысячи километров Причем каждый километр эквивалентен Трем километрам в реальной эксплуатации То есть мы моделируем 100 тысяч километров пробега Или пять лет реальной эксплуатации Почему пять лет? Потому что периодически автомобили мы еще засаливаем в коррозионной камере Вот пройдено уже четверть пути И как вы думаете, кто надежнее пока? Я тоже так думал Почитайте Мягкие, такие податливые Сиденья восьмерки по профилю как будто специально сделаны для сутулых, как я И хотя эти практически в идеальном состоянии Но я уже чувствую попереченку, которая скоро начнет впиваться в поясницу Два французских автомобиля в этом выпуске авторевью Один обновленный Citroen DS4 Ну, правильнее говорить просто DS4 Потому что DS это такой суббренд фирмы Citroen С замашкой на премиальность На нем, причем на самой дорогой, кажется, версии поездил Олег Растегаев Это DS4 Crossback Ну, очередная попытка поженить обычный хэтчбэк с кроссовером Второй автомобиль действительно полностью новый Это Peugeot 3008 Как говорят сами производители Он для тех, кому уже поднадоели минивены Но кто еще не привык к кроссоверам По-моему, по большому счету одного елисейского поля ягоды А какой же она оказалась экономичной на фоне обычных заднеприводных жгулей Чтобы пуще экономить 92-й бензин Здесь есть такой вот вакуумный эконометр Но мне больше помогал в этом деле Истеричный совершенно указатель запаса топлива Чуть ли не при каждом интенсивном разгоне Стрелка откатывалась к нулю В крутом повороте, он смотрит Такое усилие, оно натуральное, но довольно большое Она откатывалась до нуля, начинала мигать лампочка Я, помнится, пытался ее как-то успокоить По-моему, с помощью конденсатора Хотя, может быть, и путаю С помощью конденсатора я, наверное, пытался успокоить Тоже истеричный указатель уровня записи Магнитофона, катушечного магнитофона Маяк Но в любом случае я соглашусь с одним из авторов нашей примерки Что именно восьмерка стала родоначальницей Такого доморощенного, да нет, не только доморощенного тюнинга в нашей стране Сколько же изобретателей тогда было Сколько устройств всевозможных улучшайзеров я перепробовал Ведь все это наполняло жизнь какими-то серьезными смыслами Сергей Знаемский, он, к сожалению, не успел примерить на себя ВАЗ-2108 Зато примерил новейший флагман шведской фирмы Вольво Это седан Вольво С90 И рассказал о впечатлениях об автомобиле, да и о водителе глазами второго пилота Есть в Вольво С90 такая функция, она называется Pilot Assist Ассистент пилота Он действительно помогает водителю в очень широком диапазоне скоростей и дорожных условий управлять автомобилем Благо, пока что инициативу все-таки оставляет за водителем Но прозорливый Сергей Знаемский подозревает, что это ненадолго А что касается восьмерки, ностальгия коварная штука Как же я был в нее влюблен Из каких невероятных ситуаций она меня вытаскивала Управляемость казалась просто фантастичной Но не возвращайтесь к былым возлюбленным Былых возлюбленных на свете нет Есть дубликаты, как домик убранный, где они жили немного лет А я еще нет Редактор субтитров А.Семкин